Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как самостоятельно заряжать аккумулятор на автомобиле. Заряжать аккумулятор будем на примере вот такого автоматического зарядно-предпускового устройства Orion Model 325. Это одна из распространенных моделей зарядных устройств и к тому же еще и стоит недорого. Эта модель у меня уже лет 10 и не раз выручала меня. Кстати, ну а прежде чем я начну, я хочу порекомендовать вам отличные видеорегистраторы от компании MiView. Видеорегистратор C520 и C531. Это видеорегистратор новинки от компании Mio. Видеорегистратор MiView C520 просто записывает видео в очень хорошем качестве. А видеорегистратор MiView C531 не просто записывает видео в очень хорошем качестве, а еще и предупреждает о камерах фиксации нарушений. И к тому же еще сохраняет движение автомобиля по GPS координатам. Внешне они выглядят одинаково, а какой выбирать смотрите уже сами. Более подробные обзоры на эти видеорегистраторы смотрите у меня на канале или по ссылкам, которые расположены в описании под этим видео. Ну а мы поехали дальше. Итак, заряжать аккумулятор необходимо с правильным подключением в избежание выхода из строя зарядного устройства. В первую очередь подключаем клеммы зарядного устройства на аккумулятор. Красная на плюс, черная на минус. Выставляем регулятор силы тока на минимум. Убедившись, что загорелся светодиод, вставляем вилку в розетку. Затем, вращая регулятор силы тока, выставляем требуемый ток заряда. Заряд аккумулятора будет проходить в автоматическом режиме, током, установленном ручкой регулировки. Я всегда ставлю на максимум и оставляю так на зарядку. При достижении на аккумуляторе напряжение равного 15 вольт, ток автоматически уменьшается. При этом регулятор силы зарядного тока не позволяет выставить больше, чем задает схема автоматики. Начало уменьшения силы выставляемого тока говорит о достижении батареи 75-95% заряда. А для полного дозаряда аккумуляторной батареи может потребоваться еще от получаса до нескольких часов. Все зависит от типа емкости и технического состояния самого аккумулятора. В процессе дозаряда зарядник переходит в буферный режим, при котором саморазряд аккумулятора компенсируется требуемым током заряда. Длительность работы в буферном режиме не ограничена, и к тому же она еще и полезна для неновых аккумуляторов. Так как после нескольких десятков часов работы в буферном режиме, многие аккумуляторы восстанавливают и улучшают свои главные характеристики. Восстанавливают они внутреннее сопротивление и емкость. По окончании заряда отключаем зарядник от сети и снимаем клеммы с аккумулятора. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!